Особенное время, в котором мы живем К другому, следы Машеха или пятки Машеха Это период особенного испытания для еврейского народа Особенно этот период, последний период, в котором мы живем Удивительные вещи происходят на наших глазах И очень трудно их понять Но попытаться мы можем На одном из уроков Гаона Равмойша Шапира процитировал великого Хофицхайма Который в Радине, в Польше, получил письмо от одного из своих учеников Который жил в святой земле Израиля И тот написал ему, что сейчас в стране Израиля Выращивается около 14 видов овощей и фруктов И тут старый мудрец встал и начал танцевать В талмудическом трактате Санедрин сказано Что нет более явного признака конца времен Чем тот, который указывает пророкой Хескель А вы, горы Израиля, плоды свои дадите своему народу Который возвращается на свою землю И это явный знак того, что приближается приход нашего царя Машех Но давайте вспомним последние полтора года Вдруг опускается на весь мир эта страшная корона Болезнь, которую уносит в каких-то местах тысячи И в нашем народе тысячи погибли от этого От этой эпидемии короны И вот, благодаря помощи Творца И тому, что оказался нужный руководитель на нужном месте Он заключает сделку И Израиль становится первой страной, которая получает вакцину И останавливается эпидемия Первая страна в мире В других странах гибнут тысячи, десятки тысяч А мы уже выходим без масок Мы уже начинаем нормальную жизнь Насколько мы должны быть благодарны Творцу За это чудо, которое он делает с нашим народом Это испытание, это испытание Но вслед за этим испытанием Так как мы недостаточно благодарили его за это чудо Искали разные предлоги, чтобы обвинять тех Кто принес эту вакцину сюда Мы получаем новый удар, новый урок Страшные вещи происходят на наших глазах Посередине отчета Омера То, что мы уже с вами говорили В Лагба Омер В день освящения имени Творца В честь великого Таны Раби Шимана Бар Йохая В давке погибают сорок пять праведников И у многих это вызывает вопрос Как это может быть? Они ведь пришли, приехали в Мирон В ту ночь для того, чтобы прославить Раби Шимана Бар Йохая И сорок пять Самых великих праведников Получают такую страшную смерть И я хочу вам рассказать об одном из них 13-летний мальчик Он кончал восьмой класс в школе для мальчиков То, что у нас называется Талмуд Тора Хедер И вот за месяц до этих событий Он сказал маме Скоро я поеду в далекую Яшиву учиться Как в далекую? Ты кончаешь восьмой класс Это Яшива для молодых Они живут в Иерусалимском районе В Орнове Есть множество хороших Яшив Для молодых Куда поступают после Бар Митсвы В четырнадцать лет И учатся там три года А потом идут в большую Яшиву Нет, мама, ты не понимаешь Я поеду в очень далекую Яшиву И я прошу тебя, не тоскуй обо мне И последний месяц обычно посредине дня Он не возвращался из Хедер домой обедать Последние тридцать дней Он каждый день приходил И каждый день говорил маме Не тоскуй обо мне, не тоскуй Я поеду в далекую, далекую Яшиву И мама не понимала, что происходит И только когда произошли трагические события Лагба Омера в Мироне Когда они могли его найти А в конце ночи Открылось, что он один из сорока пяти Этот маленький мальчик Он знал, его душа знала то, что должно произойти И он готовил свою маму к этому событию О чем идет речь? Ведь собраны были евреи из всех слоев Нашего еврейского общества И хасиды, и те, кто учатся в Яшивах И те, которые живут на поселениях И те, которые отрицают государство Израиль Каждого выбрали из своего места Из-за границы, из Америки, Канады, Аргентины И из Израиля И их собрали вместе Один из тех, двадцати восьмилетний молодой человек Эль Кана Шилу, который живет в нашем районе Я с ним молился в одной синагоге Ему было двадцать восемь лет, он не женился Последний его звонок к маме был «Мама, я поднялся к Равшиману Бар-Йохаю» Но почему они были выбраны? И что это значит? И это было непонятно пока Не один из мудрецов открыл книгу Которую написал великий каббалист Сифардский каббалист Бен Йоада Который объясняет многие вещи из Талмуда И вот то, что он приводит цитату Книга эта была издана сто лет тому назад И сказано так Сказал Раби Йоханан В будущем Творец избавит еврейский народ И намек заключен в этом То, что сказали наши мудрецы Что будущее избавления Геула Она наступит за заслуги Мемгей Цадыкин 45 праведников Потому что это числовое значение Слово геула Избавление И объясняется, что это будут скрытые праведники Их не будут знать В синагогах они будут стоять в конце Они не будут выделяться Но за заслугу этих праведников Они смогут снять обвинения Против еврейского народа И было совершенно непонятно Многие мудрецы говорили Что, несомненно, они великие праведники Отец одного из них сказал Мне говорят, надо учить то Надо говорить то Я не буду ничего учить И ничего не буду говорить Мой сын Эль Кана Если после моей смерти Я заслужу его увидеть Мне покажут его в духовном мире Это будет самая высшая награда Он знал, о чем он говорил Они выбрали для себя Защитить еврейский народ И здесь написано Что Геула Избавление Это числовое значение 45 И вот проходит несколько дней И мы не понимаем, что происходит И начинается война с газой И уму непостижимо За короткий период В 11 дней Были сброшены на Израиль Четыре тысячи пятьсот ракет А каждая из этих ракет Она пробивает бетон Она убивает тысячи И вот то, что открылось нашим глазам Четыре тысячи пятьсот ракет И погибло семь евреев Каждый еврей Это целый мир Но четыре с половиной тысячи ракет И были у нас на субботу семья Одна семья Русских евреев Из Ашкелона И мама Там четверо детей Старшему шесть лет А младшему год Она говорила Я уже не знала В какие углы прятаться Ракеты, ракеты, ракеты Я не знала ночью Будить детей или нет А потом То, что наше радио израильское не сказала Было прямое попадание ракеты в одного человека Который шел по улицам Ашкелона И оказалось Что это нелегальный прибывший в Израиль Араб Который собирался совершить террористический акт Именно в него попала ракета И он погиб Мы понимаем Что это улыбка с неба Этот творец открывает нам Как он нас любит Как он нас бережет Испытание за испытанием И вот эти великие праведники Если мы правильно посмотрим Каждый из них Каждый из них Защитил евреев от ста ракет Каждая из них Которая могла унести тысячи жизней Как они взяли это на себя Каждая из них Каждая из них Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...